на завтрак булочка с сырной начинкой и кофе мне приятного аппетита всем хорошего дня чтобы день был насыщенный легкий и интересный вот у меня на моем пальто вот такой вот на капюшоне мех такой несчастный жиденький вроде бы как натуральный но так она что он похож как мышиный хвостик такое несчастье какое-то а если чуть-чуть дождик у такой какой-нибудь или мокрый снежок припадет но вообще как у то не знаю мокрая мыша какая-то ну ну так у меня же есть куча закромов где я по находила как обычно все попрячу попрячу потом начинаю вынимать на божий свет вот у меня есть кусочек натурального меха у меня когда-то была такая шуба а потом я решила из нее сделать ну как шубу сейчас покажу в общем вот это я сама пошила из шубы джинсовое пальто потом как-то уже одену на себя то есть внутри полностью все из шубы это натуральный мех а снаружи джинса полностью все я пошила и капюшон и все ой вы себе представить не можете как долго я его сшила я первый раз верхнюю одежду яшни и модельер не закройщик нет у меня никакого опыта там в ателье работать или на фабриках где-то никогда людям под заказ не сшила только сама себе ну правда самой себе чуть ли не с 15 лет я шью разные там и юбки и вяжу ну то есть мне рассказывать что посмотри в интернете там полно мастер-классов дает девочки я сама могу кучу мастер-классов показать только понимаете надо ли это кому-то в общем вот этот вот шубу я применила как бы себе пошила шубу пальто так сказать джинсовая шубка как я на нее говорю но для капюшона я решила это какой-то жидковато это не надо в общем у меня есть вот такой искусственный мех он таким с темным подшерстком ну чё-то розовый как-то я не хочу и вот этот вот рыженький мне понравился у такой вот я рыженький пришью там этот мех пришит на молнию я сейчас ее сниму от парю от молнии и к этой молнии пришью вот этот мех но процесс я показывать не буду я думаю это уже даже в третьем классе учат как иголку с ниткой держать и как это все надо пришивать да мила а вот тут мех я тебе отдам будешь с ним тягаться да подожди его сейчас отрежу и будешь эту мышу дохлую тягать ну вот отпорола и этот несчастный мех вот такое жиденькая жиденькая но выкидывать не буду но мало ли куда-нибудь такой знаете подойдет может быть ребенку на капюшончик как бы ребенку же не надо очень пышно может какие-то бомбошки сделаю можно даже меховую сумку у меня есть одна меховая сумка у меня там в одном из видео можете посмотреть я там наоборот уже мех отпарывала и выкидывала потому что уже тоже никуда не годилась ну так и вот получается там была молния и на эту молнию и я вот этот мех пришила вот с одной стороны вручную и с другой стороны вручную все сейчас пристегиваю а еще значит что у меня вот есть такая щетка она у меня еще с незапамятных времен у меня родственница одна вязала махеровые шапки когда это было когда-то модно на ой привозила тогда шикарный махер как он королевский махер назывался из москвы из прибалтики привозила и вот она поделилась со мной тогда такой щеточкой такой щеткой очень хорошо вот расчесывать вот этот искусственный мех ну в общем то я даже и натуральный мех когда стирала его его можно обыкновенно постирать шампуни только натуральный мех стирается в шампуне так как наши волосы а искусственно обычные порошки с мылом как хотите это тряпка тряпкой и потом вот этим вот очень шикарно все расчесывается вычесывается все и вот такой вот ну разница есть или вот эта мыша дохлая была или вот такой будет пышненький воротничок я думаю разница есть правда а вообще-то захочется на следующий год могу розово говорится каждый сезон можно новый мех цеплять следующем году а у меня еще что этот мех был более длинный какой-то и пару таких кусочков я отрезала и вот я сразу пришила на такие помпончики потому что тут ничего не было тут просто висели пластмассовые вот эти вот штучки как на конце шнурков и вот теперь у меня вот так вот получится капюшончик вот и с такими помпушками ну красиво ну конечно красиво вот как обычный дом обычная хрущевка но необычная как красиво каждый вход в подъезд лампочками елки украшен и там огоньки молодцы жильцы на такой подъезд хорошо заходить классно прям целый лес елочек и каждая по-своему украшена и наверху как красиво тоже гирлянды классно красиво красиво ой по заборчику тоже на заборчике вот как молодцы прямо так дорожками так сюда и тут а я там еще одна елочка возле подъезда заборчик тоже как красиво классно и вот еще елочка хорошо в общем все подъезды красиво молодцы им надо чтоб еще каждый на своем окне повесил гирлянды вообще весь дом будет потом сверкать классно красиво вот так вот повернуться красиво елочки елочки еще елочки елочки куча елочков елочков целый рынок елочков целые кучи елочков елочков и палочков о-о-о-о ой там елочка тоже ох какая елка тут надо будет поехать и походить да светящиеся сущности тут висят на столбах ну тут какие-то эти сперматозоиды да а что это такое а тут как паутиные прямо деревья опутанные о-о-о-о как красиво да что тут каток 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 а елка еще там не зажглась а каток ой катаются уже а и вон но я сказала под окном у самвела сделали гирлянду Во, как у него тут красиво, конечно, выйдет на свой балкон и такую красотень будет видеть. Да, ну там кусочек такой сделали, да, получается? Ух ты, ну тут вообще кручатская. Так, трамвай, весь вид закрыл. О, мы сейчас под этой красотой ехать будем. Так, красиво, да? Угу. Золотое небо. Ну это, это сделано. О, а вот как проспект тоже красиво, весь в огнях. На манер, это ж в Москве такая улица там пешеходная, где-то возле Гума. И вот там низко прям висит вся улица такая. Это вот на такой же точно манер сделали, но только не повесили высоко. Красиво. Итак, смотрим кино. Гоглазь прям на меня. Да, Миш? Интересное кино. Ну смотри, смотри. Очень редко увидишь курящего человека, который просто идет и курит. Уже вышло. Челка пачкается моментально. Коррекцию выгоднее делать, девчонки. Если они делают, вообще ничего запустить, потом дороже. Боже, для меня два часа лежать, это нечто вообще. Я замерзла. Мазарчик, который я показала. Сейчас я захожу, перекушиваю свой гениальный бутерброд. Интересно. Вот, и домой. Саша тоже как раз ждет автобуса. И тоже домой приедет. Чисто у нас, девочки. Вот так смотрим кино, да? Милочка, интересно кино. Вот в этой кафешке. Видите, вот такой вот рзаик. Видимо. Доставляют фигурки. Там Мария, Легон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова